Утраченных кладбищ в границах Петербурга насчитывается не менее трех десятков. Основным источником сведений о них были старые карты с примерным обозначением границ погостов, а также обрывистые воспоминания старожил. Уничтоженный в 20-х годах прошлого века памятник использовали как строительный материал для дорожек и поребриков для тротуаров. Применяли как надгробия повторно, сбивая имена, фамилии и даты с плит, или просто утилизировали их как мусор. До сих пор во время ремонтных работ находят обломки могильных плит. История их возникновения на этом месте, а также кладбище, с которого они были взяты, остаются в большинстве случаев неизвестными. В 2011 году на территории бывшего трамвайного полигона, на пустыре между Малой Балканской улицей и железнодорожной станцией Купчинская, было найдено несколько десятков старинных могильных плит. Об этой необычной находке одним из первых заговорил житель Купчина, краевед-любитель Денис Шаляпин. На этом месте когда-то был трамвайный полигон, который я хорошо помню еще с детства. Потом трамваи увезли, рельсы демонтировали. Остались лишь столбы опоры, трамвайный контакт на сети. Как-то прогуливаясь, чтобы посмотреть, что осталось от этого полигона, я и набрел на эти надгробия. Свалка на этом месте образовалась примерно в конце 80-х годов. Тропинка к свалке отходила через дорогу, а дома номер 50, корпус 1 по Малой Балканской. Сами найденные плиты относились к периоду с 1870-х до 1940-х годов и принадлежали людям разного достатка. Из всех найденных надгробий только на трех оказалось возможным прочесть имена покойных. Надгробная плита полковника Красной Армии Сибирякова. Стало известно, что полковник Николай Николаевич Сибиряков был захоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в 1949 году. Ему было 47 лет. Он скончался в медицинской академии имени Кирова. Постаков Вартан Вартанович. В выдержке справочной книги о лицах Петербургского купечества за 1875 год говорится. Вартан Вартанович Постаков был купцом второй гильдии. В купечестве с 1870 года проживал в Спасской части. Первый участок в доме Демидова по Невскому проспекту. Занимался покупкой и продажей ценных бумаг. Согласно архивным данным, он скончался 10 декабря 1875 года и был захоронен на Смоленском кладбище. Есть сведения, что незадолго до смерти он был признан сошедшим с ума. Беляйков Василий Михайлович скончался 16 августа 1876 года. Жития его было от рода 33 года. В выдержке справочной книги о лицах Петербургского купечества за 1875 год говорится. Беляйков Василий Михайлович купец второй гильдии. В купечестве с 1873 года проживал в Московской части. Четвертый участок, дом 24 по Бронинской улице. Торговал шелковыми изделиями. В помещении 105 в гостином дворе. И в помещении 25 в Александровской линии. Содержал шелковую фабрику жена Мария Петровна, мать Екатерина Михайловна, сестра Мария Михайловна, дети Василий, Вера, Екатерина. Отец купец второй гильдии с 1855 года. Михаил Дмитриевич Беляйков. На сайте Терриоке СПБ, посвященному истории Зеленогорска и окрестностей, мне удалось выяснить, что Василий Михайлович был захоронен на Новодевичьем кладбище, на семейном месте, рядом со своим отцом, вместе с умершими, вместе с ним, детьми. Известно, что у супругов родилось как минимум пятеро детей. Василий умер, вероятно, от заразной болезни, так как вместе с ним умерли двое или трое детей. И на руках 24-летней вдовы остались Екатерина, Василий и Вера. В 1920-х годах памятники подверглись разорению. В 30-х была снесена Кладбищенская церковь по имени иконы Божьей Матери, всех скорбящих радости, известная также как Карамзинская, вплотную к которой и находилось место Беляйковых. Водова Мария Петровна после смерти мужа сама занялась торговлей шелком, но постепенно она избавилась от шелкового дела и перешла на медный. Купчиха Беляйкова торговала медным товаром. В лавке номер 89 по зеркальной линии гостиного двора сын Василий Васильевич стал инженером-технологом. Старшая дочь Екатерина вышла замуж за гражданского инженера Николая Федоровича Савельева в 1896 году, у семьи которого были дачи в Терриоках. Они располагались между современными улицами, первой и второй пляжевыми. После революции там проживали финны. В советское время участки вошли в состав дома отдыха, энергетик, который снесли в 2000-х. Сейчас на их месте коттеджа сохранилось письмо, открытка, написанная одной из внучек Марии Петровны Беляйковой, где также упоминается тетя Вера, то есть дочь Марии Петровны. Дорогая и милая Костечка, у меня большая радость, у меня прелестный щенок. Вчера я, Коля, Паша и тетя Вера ходили за ним и взяли. Зовут его Шарик, спит в кухне. Аннушка сама предложила. Очень мило играет. Доехали мы очень хорошо, все здоровы. Поклон от меня всем. Целую тебя и всех крепко. Привет, твоя Вера. Приезжай скорей. 2 июня 1909 год. Историей с надгробиями заинтересовался местный житель Купчина Вячеслав Минин и помощник депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой Павел Швец. Они внесли значительный вклад в поиски информации, составили запросы в организации, администрации Фрунзенского района, комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. Во время осмотра памятников стали заметны следы обработки камнерезными инструментами, не относящиеся ко времени изготовления памятников. Предположительно, надгробия были свезены с различных кладбищ на какое-либо каменнообрабатывающее производство, и по каким-то причинам, не закончив обработку камня, надгробные памятники были свезены на свалку. На месте старого полигона спустя много лет выросли деревья и кустарники. Обломки на могильных монументах, присыпанные землей, поросли травой. Глава Фрунзенского района взял ситуацию с памятниками под личный контроль. Известно, что благодаря активности армянской диаспоры, 7 октября 2012 года надгробие Вартана-Постакова было успешно перевезено на Смоленское армяно-грегорианское кладбище. Не так давно мы с вами прогуливались по этому месту, и, скорее всего, этот памятник находился в то время под снегом. В начале ноября 2012 года три камня надгробия были перемещены в мемориальную зону Митрофаневского кладбища. Митрофаневского кладбища Митрофаневского кладбища Митрофаневского кладбища В августе 2013 года была предпринята попытка перемещения больших плит с целью обнаружения на них каких-либо надписей, которые могли бы поспособствовать датировке памятника и выявлению их изначального месторасположения. На плитах и камнях, перевернутых техникой, надписи не были обнаружены. Плиты с особо большим размером переместить не удалось. Интересно, что один из камней в виде ступеньки с орнаментом был очень похож по своему стелю с элементом надгробного памятника на могиле писателя Всеволода Крестовского, скончавшегося в 1895 году и похороненного на Волковском кладбище. Субтитры создавал DimaTorzok